Компания Xiaomi известна во всем мире благодаря доступным смартфонам с очень неплохими характеристиками. Ясная роль в этом процессоре была отведена линейке доступных смартфонов Redmi. Пользователи по достоинству оценили, насколько приятным получать смартфон заметно дешевле, чем у конкурентов, не жертвуя производительностью. И российские пользователи не стали исключением, быстро возведя смартфоны Xiaomi Redmi в статус отличных, если и не лучших предложений бюджетного сегмента. Не так давно китайская компания сообщила нам о выходе Redmi в отдельный бренд. Теперь это не просто название модельной линейки, это самостоятельный бренд среди смартфонов. На обзоре сегодня Xiaomi Redmi Note 8 Pro с сайта Алиэкспресс. Производитель не стал придумывать ничего национного и применил классический форм-фактор моноблока с сенсорным дисплеем. Сам корпус выполнен из стекла и пластика. Лицевая и тыльная панели выполнены из стекла Gorilla Glass 5-го поколения. Механические кнопки управления питанием и громкостью находятся в верхней части правой грани. На нижнем торце расположен разъем питания USB-C, а также основной динамик и гнездо AUX для подключения проводной гарнитуры. Рядом с решеткой основного динамика также расположилось одиночное отверстие для разговорного микрофона. В верхней части левой грани можно увидеть слот для сим-карты и также карты памяти. Среди положительных моментов отметим хорошее качество сборки корпуса и наличие защиты от попадания пыли, влаги внутрь корпуса. Используя IPS-дисплей с диканалью 6,53 дюйма и с разрешением 2340 на 1080 точек, плотность пикселя составляет 399 ppi. В верхней части дисплея разместился небольшой выступ в форме капли, разместившей фронтальную камеру и светодиодный индикатор событий. Даров солнечную погоду, изображение не слепнет. Читаемость сохраняется на высоком уровне, пользуя это играет использование необходимых светофильтров. Изображение воспринимается контрастным и натуральным с хорошим диапазоном оттенков. Производитель применил дисплей с типичным набором параметров. По современным меркам размеры дисплея хорошо сочетаются с FullHg разрешением, обеспечивающим хорошую детализацию изображения. Среди прочих моментов отметим хорошее олеофобное покрытие и отличный уязвивчивый сенсор. Здесь установлен центральный процессор MediaTek Helio G90T. Это восьмиядерное разрешение. Распределение восьмиядер происходит по формуле 2 плюс 6. Два ядра Cortex-A76 могут работать на частоте 2,05 ГГц. А шесть ядер Cortex-A55 с максимальной тактовой частотой 2 ГГц. За обработку графика отвечает видеоускоритель Mali G76MC4 с частотой до 800 МГц. Этот процессор позиционируется как игровое решение и включает в себя некоторые отличительные способности. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ. Актуальный показатель для современного и производительного смартфона. В первую очередь обратимся к результатам тестирования с помощью различных приложений-бенчмарков. В Antutu набирает 279 тысяч баллов. И это очень хороший показатель для смартфона стоимостью в 220 долларов. Производительные процессоры обычно требуют соответствующей системы охлаждения. И данный случай не является исключением. В случае с Xiaomi Redmi Note 8 Pro заявлено наличие жидкостной системы охлаждения для наилучшего отвода тепла и процессора и рассеивания сквозь корпус. Емкостроенного аккумулятора составляет 4500 мАч. Показатель типичный для современных смартфонов, хотя нам известные модели с более крупными батареями. Redmi Note 8 Pro комплектуется основной камерой из четырех модулей. Три из них расположены вертикально по центру, а четвертый рядом со светодиодной вспышкой. Основной модуль камеры обладает разрешением 64 мегапикселя. Цветосила оптики составляет 1,89. Для получения наиболее качественных снимков предусмотрена технология SuperPixel, объединяющая 4 соседних пикселя в один. Второй модуль с разрешением 8 мегапикселей и сверхширокоугольным объективом рассчитан на панорамную съемку. Также предусмотрены отдельные 2-мегапиксельные модули для макросъемки и оценки глубины кадра. Благодаря высокому разрешению основного модуля удалось реализировать 10-кратный цифровой зум без заметного снижения детализации кадра. Для достижения максимально эффективной работы камер используется технология искусственного интеллекта. Фронтальный модуль выполнен одиночным и с разрешением 20 мегапикселей. Помимо автоматических режимов с предустановками, предусмотрен полноценный режим ручных настроек. Опытные пользователи могут получить максимально качественные снимки или добиться специальных эффектов. Своим появлением Redmi Note 8 Pro наделал шума среди пользователей. И тому было немало причин, ведь заявленные характеристики весьма интересны. Новинка обладает всеми трендовыми технологиями и среди конкурентов предоставляется весьма неплохим вариантом. Итак, смартфон получился интересным, тем не менее, сяоми остался сяоми. Кого интересует такой смартфон, то ссылка будет под видео в описании. Кому было интересно, ставьте лайки и задавайте свои вопросы в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok